МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире новости седьмого канала. Сегодня 1 сентября в студии Натальи Архипова. Прямо сейчас самые актуальные и важные новости Красноярска. К этой минуте. И начинаем выпуск с трагической новости. Сегодня хоронят детей в деревне Малая Тумна. Причину их смерти пока не установили. Малышей им было всего по 5 и 6 лет. Обнаружила бабушка, вернувшись домой. Третьего ребенка удалось спасти. Сейчас девочка в больнице, однако о ее состоянии врачи не сообщают. В деревне прошел слух, что дети могли отравиться суши, которые мать принесла с работы. Однако сегодня эту версию отвергают исследователи и специалисты Роспотребнадзора. У остальных членов семьи признаки отравления не зафиксированы. В последние несколько дней обращения от жителей Балахтинского района с жалобами на признаки пищевого отравления или острых кишечных инфекций в медицинские учреждения не поступали. В рамках расследования уголовного дела изъяты образцы ткани погибших детей, по которым назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти малолетних. Органами следствия приняты меры к ускорению срока проведения экспертных исследований. Кроме того, назначена и проводится токсикологическая судебная экспертиза по образцам продуктов, изъятым в ходе осмотра места происшествия. Вместе с тем, Роспотребнадзором проводится выездная проверка с целью проверки санитарно-эпидемиологического состояния предприятия, предоставляющего продукты питания, которые накануне смерти употребляли малолетние. Расследования уголовного дела продолжаются. Наш корреспондент сейчас находится на месте происшествия. Все новые подробности мы расскажем в вечернем выпуске новостей в 19.30. И к другим темам. В Красноярск скоро вернется хорошая погода. Более того, сентябрь будет теплее, чем обычно. Правда, касается это только первой декады месяца. До десятых чисел воздух днем будет прогреваться до 23 градусов. А вот ночью уже можно ожидать заморозки. В некоторых районах края в темное время суток столбики термометров будут опускаться до минус трех. Бабье лето закончится к середине месяца. Вторая и третья декады сентября теплом красноярцев не порадует. За окном 18 градусов выше нуля. А к концу месяца максимальная температура не поднимется выше плюс 10. Зато горожанам не придется мокнуть под дождем. Синоптики обещают, что месяц будет ясным и сухим. День знаний сегодня отмечают в России. Пасмурная погода не помешала празднику и в Красноярске. Первый звонок в этом году услышали почти 40 тысяч первоклассников. В сотнях школ с утра прошли торжественные линейки. Из-за антиковидных мер их устроили на улицах, а где-то официальной частью решили не ограничиваться. Например, в 45-й школе для детей устроили пикник с развлечениями. Отдохнувшим школьникам предлагают побросать мяч с липучками, раскрасить скамейки и сделать снимки на память в фотозонах. Или просто попить чай и поделиться летними впечатлениями. У нас тут пикник. Мы всем классом собираемся и отдыхаем перед школой. Рад очень. Жду очень школы. Учиться хочу. Было очень весело, особенно концовка. Было все очень круто. Я обожаю свою школу очень. Соскучилась по одноклассникам, по всем. А студенты СИБГУ имени Решетнева отметили день знаний запуском дирижабля. Его ребята мастерили целый месяц, и с начала испытания заканчивались не очень удачно. Во время первого запуска дирижабль врезался в еле, а его мотор сгорел. Но юные техники не отчаялись, облегчили конструкцию, изменили каркас и систему управления. В день знаний дирижабль стал изюминкой праздника. А в Студгородке сегодня открылась физико-математическая школа-интернат. На линейку пришли исключительно десятиклассники. Здесь они будут бесплатно учиться и жить два года, а лучше еще и получать стипендии. Ольга Шелик продолжит. Здесь у нас комната для практических занятий. Также у нас расположены тут компьютеры для индивидуальной работы, различные приборы. Большие классы, оборудованные по последнему слову техники и удобное учебное пространство. Такое видит свою школу Аделия. Официальной ее ученицей девушка стала летом. Рассказывает, что понравилась концепция учебного заведения, углубленное изучение точных наук, наставничество преподавателей из вуза. Знания будут качественными, решила она и отправила заявку на поступление. Вступительные испытания были сложноватые. К этому надо было готовиться. Нам предлагали демонстрационный вариант. Подготовиться было самому не очень сложно, но пришли мы сюда, сдали экзамен. Очень было волнительно. Я собираюсь стать программистом. И, соответственно, школа дает очень большие возможности поступить в любые институты России и даже мира. Кроме Аделии, в школе будет учиться еще 200 человек. Здесь ребята не только получают знания, но и живут. Для них подготовили уютное общежитие. Это поможет не отвлекаться от учебы. Занятия как уроки, так и дополнительные секции будут начинаться в 8 утра и идти вплоть до 6 вечера. Мы уникальны тем, что рядом с нами наука. Рядом с нами преподаватели вуза, которыми мы будем сотрудничать. Рядом с нами лаборатории университета, в которые наши ребята будут очень выходить. Очень много предметов, которые будут специально представлены ребятам как предметы с научной точки зрения. Но это не обычный урок. Это будут специализированные курсы, это будут клубы, это будут мастерские. На воплощение проекта потребовался не один год. Сначала профильные классы работали на базе трех общеобразовательных школ. Но останавливаться на достигнутом не стали. Создали отдельное учебное заведение в кампусе Сибирского федерального университета. Это событие действительно в полном смысле этого слова. Коль скоро к нему мы готовились и шли порядка 10 лет. Создавая предпосылки для того, чтобы здесь при нашем очень перспективном и динамичном Сибирском федеральном университете был создан образовательный центр, в котором будут учиться самые талантливые ребята не только из нашего региона, но и из Хакасии, Тывы, а также европейской части нашей страны. Это как раз говорит о том, что Сибирский федеральный университет и сам город Красноярск становятся на самом деле точкой притяжения для талантливой молодежи. Первыми получать знания здесь будут 200 старшеклассников со всей России, хотя пытались попасть сюда в 2,5 раза больше человек. И учеба и проживание совершенно бесплатны, а лучшим будут платить стипендию. Ольга Шелик, Эдуард Баглай, 7 канал. Сезон великомученицы Елизаветы. На площади перед Институтом искусств вместо скульптуры времена года установили новую работу. Это жена великого князя Сергея Александровича Романова Елизавета Федоровна. После смерти супруга от рук террориста в 1905 году она посвятила свою жизнь молитве и добрым делам. В память о ней выпускник института создал скульптуру. Украшать площадь перед вузом она будет год, а после, как и ее предшественница, переедет на постоянное место жительства. Эта работа выполнена для храма при онкодиспансере. Очень много времени ушло. Больше, наверное, сложности было с формовкой, ну то есть перевода в материал. Это искусственный камень, который представляет из себя цемент белый, 500 марки, кварцевый песок и кварц мелкозернистый. Ну и также там есть металл сварной. Ну лепил я ее около трех месяцев, а на формовку у меня ушло, ну месяца, наверное, два с половиной. А теперь к данным оперативного штаба. За последние сутки коронавирусом заболели 426 жителей края, из них 75 – красноярцы. Эти цифры практически не отличаются от тех, что были накануне. Однако растет разрыв между динамикой заболеваемости и выздоровлений. Новых случаев заражений с каждым днем все меньше, а вылеченных людей – больше. После всплеска летальности в конце прошлой недели ситуация снова стабилизировалась. Тем не менее, в регионе ежедневно от коронавируса умирает очень много людей. Сегодня скончались 20 человек. А в России тем временем начался розыгрыш призов за вакцинацию. Он будет проходить в течение четырех месяцев до 1 декабря. А одержать победу смогут около тысячи россиян. Им организаторы обещают выплатить по 100 тысяч рублей. О других новостях расскажем в двух словах прямо сейчас. На севере края полицейские закрыли игорный клуб. В помещении застали троих посетителей, которые подтвердили, что не просто играют в компьютерные игры, а еще и ставят деньги. Полицейские изъяли 15 системных блоков и мониторов, а сам клуб опечатали. Женщине, которая организовала нелегальный бизнес, грозит до двух лет тюрьмы. Красноярские врачи ФМБА впервые удалили опухоль из кишечника пациента, не вскрывая брюшную полость. С помощью видеоэндоскопа и специальных инструментов в животе делаются небольшие надрезы, удаляется само новообразование и пораженное слизистое, а сам участок кишечника остается невредимым. Раньше его приходилось вырезать. Сейчас не требуется даже наркоз. В транспортных приложениях Красноярска снова произошел сбой. Они не показывают ни где находится нужный автобус, ни количество транспорта на линии. Проблемы возникли из-за неполадок на сервере Красноярск-ГорТранса. Проблемы пообещали устранить в течение дня. У Красноярца в доме поселилась целая семья сурикатов. О жизни, играх и хулиганствах маленьких зверьков мужчина рассказывает в Инстаграме. Зовет для этого специальный канал. В ленте набралось почти 800 историй про папу, маму и их детенышей. Кстати, последних Игорь Ласкова называет внучатами. Отпугиватель ворон найден. На одной из самых желанных вакансий города утвердили кандидата. Он заступит на работу уже завтра. Известно, что это мужчина. Ему 33 года. Претендента выделили среди соперников, так как он предложил искать гольф-мячи с помощью собаки. Кстати, от количества возвращенных мячиков будет зависеть и его зарплата. Первые два месяца – испытательный срок. Несмотря на то, что работа сезонная, зимой сотрудник без дела не останется. Его переведут на хозяйственную должность. На этом у нас все. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наш Вайбер и Ватсап. Номер 8 391 2900-333. В студии для вас работала Наталья Архипова. Увидимся уже в 19.30 на 7. Наталья Архипова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова